Светлые гости С нами Милана. Кто не знает, просим, как говорится, любить и жаловать. И Виталий Ефремочкин. Вот они в нашей студии. Приветствуем вас. Добрый вечер. Милана поет. А что делает Виталий? Так же, пою. Вы вдвоем поете? Да. А я еще играю. Так, ну тогда расскажите, кем вы друг к другу приходитесь? Мы представляем сейчас совместный проект, как два независимых исполнителя. Мы недавно объединились и сделали совместный музыкальный проект, который называется «На линии огня». Вчера у нас была презентация здесь, в Киеве. Собственно, с этого момента проект начал жить. А почему такое название «На линии огня»? Какое это концептуальное видение? «На линии огня» тут несколько таких смыслов. Во-первых, «На линии огня» — это на передовой. И это то место, где левиты, поклонники, собственно, в Писании говорится, что левиты шли часто впереди, как «На линии огня». Их выставляли перед войском. Надо было быть парнем не из робкого десятка. Но хорошо, что тогда не стреляли пулями. Надо было подойти вплотную. И к тому же Дух Святой прообраз, Духа Святого — это огонь в Библии. И «На линии огня» — это значит «На передовой в сотрудничестве с Духом Святым». Вы оба из Киева. Вы сказали, что в Киеве презентовали этот проект. Мы оба из Харькова, но презентацию сделали в Киеве. «На линии огня» — вы сказали левиты. Вы оба поете в церквях прославления или больше поете свои сольные песни на концертах? Ну, и так, и так. То есть и в церквях поем, и прославления, а также имеем сольную деятельность, где поем авторские песни. Вот, допустим, даже вчера на этом концерте был первая часть, как вечер поклонения, когда мы поклонялись Богу. Потом мы представляли людям свои авторские композиции. Интересно, вы объединяете одно с другим. И особенность этого проекта именно в этом, что это и хвала и поклонение, и концертное, то есть когда можно поделиться со слушателем тем посланием, которое у нас есть от Бога. Очень многие разделяют эти две вещи, но мы считаем, что в единстве есть сила, и поэтому решили объединить как хвалу, так и авторское. Существуют какие-то люди, которые, возможно, не продюсируют, но помогают в организации подобных проектов. Как правило, говорят, что музыканты — люди творческие. И немногие из них умеют заниматься промоушеном и всеми подобными делами. Вести переговоры. Кто вам в этом помогает? Ну, это актуальный вопрос, на самом деле, потому что на данный момент мы занимаемся, но мы нуждаемся в том, чтобы были люди, которые бы нам помогали во многих сферах, и в промоушене, и в молитвенной поддержке, как делаются многие служения, да, и в финансовой поддержке. И мы нуждаемся, и мы открыты принимать помощь. Пока нас трое, я, Милана и Дух Святой, мы приглашаем всех стать с нами на линию огня. Итак, имейте в виду, возможно, эта наша беседа будет каким-то толчком, и кто-то из вас увидит и услышит, поэтому вам придется побольше рассказать о себе и заинтересовать слушателя и зрителя. Поэтому, как говорится, ты помнишь, как все начиналось? Как для вас начиналась музыка? Мы, наверное, первой дадим слово Милане. Она у нас дама. Музыка вообще... Вообще, а потом второй шаг. Именно музыка для Бога. С Богом о Боге. У меня такое ощущение, что я уже родилась с музыкой, вот в сердце. Я не помню такого момента, когда бы это вот началось, знаете, вот какой-то вот толчок. Этого не было. Такое ощущение, что я пою с пеленок, пою всегда. И пришла к Богу я в детстве, поэтому, как таковой жизни без Бога у меня не было. И когда я уже, ну вот, осознанно что-то пела, я, понятное дело, пела для Бога. О Боге! Этого хотело мое сердце. Ну, это так же естественно, как жить, ну, как дышать. По-другому быть не могло. То есть у вас есть история, Тимофея. При том же ты и с детства знаешь. Знакома с музыкой из церкви в Юдан. Да. А Виталий? Ну, с музыкой я так же с детства знаком. Еще не ходя в школу, я уже пел в школьном вокальном ансамбле, там меня пригласили. То есть как бы с детства уже был вовлечен во все музыкальные всякие движения. Закончил музыкальную школу, учился в музыкальном училище. Вот, и уже после училища я узнал о Боге, принял его в свою жизнь и принял решение ему служить. Светлые гости на Светлом радио. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Печать твоей любви в сердце моем навеки, навсегда. Как велика твоя любовь, ревность, как летящая стрела. Ничто не в силах угасить твою любовь. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Печать твоей любви в сердце моем навеки, навсегда. Как велика твоя любовь, ревность, как летящая стрела. Ничто не в силах угасить твою любовь. Ты ждешь, когда я приду к тебе, такой, как есть. Иисус, прийди огнем своим, Господь, сожди мой дверь, обой меня. Иисус, прийди огнем своим, Господь, сожди мой дверь, обой меня. Иди огнем своим, Господь, и будем вместе ты, сожди мой дверь. Иисус мой! А будем вместе ты, сожди, сожди мой дверь, обой меня перейдусь. Светлые гости на Светлом Радио Скажите, а до того, как вы начали этот проект, вы были знакомы, общались? Как вы встретились и решили идти вместе? Как вы договорились об этом? Встретились мы достаточно уже давно. Не могу вспомнить точный год. В Харькове проходил вечер поклонения. Он устраивался в ассоциации церквей, то есть участвовал множество церквей там. Более молодежного был характер он. И в тот момент в этом вечере участвовал как Милана, так и я. Тогда мы увидели друг друга первый раз, услышали, познакомились. Спустя время, в 2008 году, в августе месяце, мы снова встретились с Милана. Она пришла ко мне на студию и с вопросом или с предложением хочу записать альбом поклонения. Я сказал, здорово, давай запишем. Да, я знала, что Виталий записывает именно альбом поклонения, очень здорово. А у меня в сердце была огромная мечта именно альбом поклонения. Даже не просто концерт, а вот на тот момент очень горело это. Да. Вот, ну, поскольку у меня уже было несколько своих записанных альбомов, она их прослушала и поэтому знала, да, качество альбома и обратилась ко мне. Вот, я сказал, давай запишем, она мне говорит, ну, у меня неполноценный состав музыкантов и так далее. Я говорю, это не проблема. Не проблема, так как я владею инструментами, я сказал, это не проблема, давай запишем в любом случае. И мы стали работать, стали работать над песнями и в течение полугода где-то, если я не ошибаюсь, вот, был записан альбом. Ну что же, они переехали с Харькова и очень сильно открыты к Киеву, к киевлянам, к братьям и сёстрам-христианам. Потому что человек, который поёт, он должен петь как можно больше. Потому что в этом видит своё призвание и своё счастье. Поэтому, возможно, наша беседа повлияет на то, что вы сможете ближе познакомиться. Они очень простые, открытые, честное слово, не кусаются. По крайней мере, я пока что цел и невредим. Расскажите, пожалуйста, о своей харьковской жизни. Вообще, как там в Харькове? Я знаю, что там есть большие церкви. Ну, Харьков вообще очень красивый город. Ну, хорошее, скажу так. У нас одна из самых больших площадей в Европе. Кажется, самая большая. Да-да-да, самая большая. Была Ленина, сейчас даже не знаю, как она называется. По-моему, Свободы. Да, Свободы. Видишь, я угадал. Площадь Свободы. Очень большая площадь. Тем, кто приезжает в Харьков, рекомендую посетить эту площадь. Вот, и я думаю, я надеюсь, как бы, как взгляды в будущее, что однажды мы будем выступать на этой площади. На открытой сцене, да. Будет много народа. Да. Отрицательно. Ну, наверное, как и почти во всех городах Украины, хотелось бы улучшить наши дороги. Я как водитель это говорю. Да. Милана скажет, как пешеход. Ну, да. Ну, и про духовную такую часть. В Харькове много церквей это радует. И больших, и маленьких. И очень много живых церквей. И очень действительно это радует. И про дороги. Виталий сказал, я хочу, чтобы, ну, как бы, вот эти дороги между церквями, чтобы они были. Не было какого-то разделения, потому что в единстве, на самом деле, сила. И какие-то, чтобы проекты, в частности, вот, вечера поклонения, совместные концерты между церквями, чтобы они происходили. Хотелось бы. То есть есть уже такие моменты происходят, но хочется больше. Больше единства между церквями, хотелось бы. Говоря о вашем приходе в студию Светлого Радио. Вы интересны кому-то? Кто-то звонит к нам. Добрый вечер. Доброго божьего вечера. Доброго. Доброе. Это Андрей Дзвонить. Вчера был на презентации ваших ДК «Арсенал». Первая часть. У вас было поклонение песне, явно выраженное. Вторая часть. Да. Хороший, в смысле, агрессивный такой хард-рок. Приятный весьма. И, вы знаете, и там, и там ощущалось присутствие Духа Святого. Присутствие Господа нашего. Поэтому хочу вас в этом смысле ободрить. Но дело в том, что ощущался он по-разному. Вот. Поэтому есть, есть там все. Просто и хочу, ну, скажем так, опытный достаточно в определенных духовных вопросах брат порекомендовать вам, посоветовать, пожелать. Меньше, пожалуйста, отождествляйте себя с левитами. И все-таки это до Христова Священства. Аминь. Будьте благословенны. Так. Давайте выслухаем. Так, давайте послушаем другую сторону. Есть что сказать? Пожелания все, конечно, принимаются. Спасибо, в первую очередь, за теплые слова, вообще, за звонок. Действительно, у нас часть программы – это хвала и поклонение. И это особенности нашего проекта. И часть концертных. Ну, я не разделяю эти вещи, вот, потому что Бог призвал поклоняться, и неважно, это концертные песни или песни хвала и поклонение. Я так же сама поклоняюсь в какой-то концертной песне, так же, как и на сцене в церкви во время служения. И, не знаю, я отождествляю себя с левитами. И буду, наверное, отождествлять. У меня есть такое откровение от Бога, что мы, как левиты, призваны поклоняться Богу на всяком месте. И совершенствоваться, опять же, как в Библии написано, в своих дарах, талантах. Говоря о вашем призвании, мы говорили о том, что у Миланы история больше похожа на Тимофея. С детства. Но у Тимофея все же был такой момент потрясения. Или не совсем потрясения, а водораздел, когда его взял Павел. Там написано, что у него отец был грек и так далее. Возможно, и у вас был такой момент. Выросли в церкви, в воскресной школе наверняка все знали о Боге. Но был ли такой момент, возможно, несколько моментов, каких-то потрясений, поворотов, внутренних решений, посвящения? Ну, не совсем так. Я не росла в тепличных условиях, я не в воскресной школе. Дело в том, что я, да, в детстве пришла к Богу, но мои родители были неверующими. И сейчас неверующие. Они мне запрещали ходить в церковь. И я ходила иногда, когда, ну, бегала с дома, втихаря, да, ходила в церковь. И я не могла быть полностью наслаждением, потому что, да, родители могли заподорозить что-то неладное. Вот. Поэтому у меня отрочество, юность, она была сплошная вот такие потрясения. Вот. И вот только буквально, может, год назад родители начали откликаться только на, ну, на Бога. И, кстати, через песни «Хвалы и поклонения». Когда был записан мой альбом, когда был записан мой альбом, они это услышали. И для меня это тоже был некоторый шок, когда я дала диск, я прихожу на второй песне моего папы «Слезы на глазах». И это было очень, очень сильно. Для меня это большое свидетельство. Вода камень точит. Сколько уже времени прошло с тех пор, как вы впервые? 19 лет. 19 лет. Я просто хотел, чтобы мы на этом остановились и пожелать всем, кто нас сейчас слышит, не падайте в отчаяния. Продолжайте верить, идти тем путем, на который вы стали. И вот увидите, рано или поздно это даст свой результат. Виталий, ну а у вас тоже, в принципе, какая-то драматическая история. Вопрос будет таков. Что пришлось кардинально менять, когда Христос пришел в вашу жизнь? Христос пришел в вашу жизнь? В церковь была ситуация, ну то есть я не жил хорошей жизнью, вот. И моя мама, будучи неверующим, замолилась, сказала, ну ты дал им этот талант, пусть он тогда хотя бы тебе им служит. Это я узнал уже спустя время, когда я стал служителем, когда я стал поклоняться Богу, я узнал это от своей мамы. То есть для меня, ну, эти слова тоже имели большое значение, то есть в своей жизни как подтверждение тому, что я на правильном месте. Молитва матери – великая сила. У нас осталось немного времени. Я бы хотел задать вам такой духовный вопрос. В последнее время какие у вас есть духовные откровения? Возможно, видение, которое помогает вам четче видеть цель и планировать то, что вы хотите делать в завтрашнем дне, в ближайшее время? Я вижу то, что мир действительно нуждается в том, чтобы, такое ощущение, что вот люди ждут, что вот придет кто-то и прикоснется к их сердцу. Потому что вот мы говорили о депрессии, да, многие находятся в депрессии, не могут из нее выбраться. И так, ну, многого касается. И люди ждут сознательно, несознательно, чтобы пришел кто-то и послужил их сердцу. И эта нужда, она чем дальше, тем больше видна и чувствуется. И неважно, это верующий или неверующий человек. То есть у каждого есть это вот такое ощущение, что это вот кричит из глаз людей, когда смотришь на них. И я, кстати, вижу, что вот тенденцию, что хвала и поклонение, они имеют очень сильное воздействие на сердца людей. И неважно, опять же, верующий или неверующий человек. Я раньше думала, что поклонение это вот только для церкви, для церковных, там, воскресных служений. Но сейчас я вижу, что это имеет силу и за пределами церкви. И вот что касается откровений, да, спросили. В Ветхом Завете есть такое место, когда пророк увидел жертвенник. И из-под жертвенника начинала течь вода, река. Из-за Киева. Да, и чем дальше от жертвенника, тем потоки более-больше и больше и больше. И вот заметьте, да, жертвенник находился в храме. И действительно, оттуда начинали течь потоки. Вот как мы говорим, поклонение, оно в церкви, да. Но река должна течь за пределы церкви. И она должна оттуда течь, потому что люди там нуждаются. Поклонение не должно остаться в границах, в стенах только церкви, потому что мир в этом нуждается. И если мы позволим, ну, это мы можем только эти стены поставить правильно в нашем мышлении, в наших позициях. И если мы позволим, то река будет течь, и она будет приносить много-много исцеления, как уже в книге Откровения написано, да, что, ну, это можно, как река жизни, да, там написано, и там листья для исцеления народов. Вот я думаю, это, и о поклонении тоже очень, этот образ. Дерево, посаженное при потоке, именно при потоке, будет приносить плоды и цвести, радовать и исцелять своими листьями. Виталий. Ну, я скажу так, Бог говорит о Восстасдамске и Ню Давидова. И мне нравится, чем Давид, вообще я очень люблю Давида, потому что он был, это яркий пример поклонения. Вот, то есть, когда он собрал тысячи музыкантов, вот, чтобы поклоняться Богу, когда он сам, ну, он всегда искал, чем удивить, порадовать Бога. Каждый день, вот, и вот это вот, скажем, откровение, оно очень глубоко поселилось сердце. Вот почему мы исполняем песни, там, в различных стилях, в различных жанрах, используем и концертное, используем и поклонение. То есть, мы, ну, как бы, всегда ищем, чем удивить Бога, чем порадовать Отца. Вот, и это самое главное, то есть, в этом мы двигаемся. Спасибо, Милана. Спасибо, Виталий. К сожалению, наше время истекает. Мы послушаем еще одну песню. Я думаю, это будет песня о мечте, потому что мы говорили об откровениях, которые открывают на мечты. И всем желаем мечтать, так же и вам. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию уникального формата. Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего. Радио «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» значит «С нами Бог». Вы мне восстановили жизнь, просто, вы знаете, не могу отрываться от вас. Прекрасное светлое радио, которое носит столько любви, столько добра, столько тепла всем людям, кто этого потребует. Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» www.svitlo.org Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова